Стартовал новый сезон в российском баскетболе. 4 октября в Дворце Спорта Видное состоялась торжественная церемония открытия сезона, а также первый домашний матч Спарты НК и команды «Надежда» из Оренбурга в рамках чемпионата России 2016-2017 годов. Игра прошла интересно. Разница в очках то сокращалась, то росла, заставляя болельщиков еще сильнее переживать за любимые команды. Но, конечно же, больше всех за игроков болели их наставники. И сегодня у нас в гостях генеральный директор баскетбольного клуба Спарта НК Анна Архипова фон Калманович. Здравствуйте, Анна. Скажите, действительно ли приходится очень сильно переживать за своих подопечных? Ну, конечно. Ничего не могу свое поделать. Вся жизнь в баскетболе, вся жизнь в спорте. И когда эмоции захлестывают, ничего невозможно сделать. Включаюсь в игру, поддерживаю девочек, стараюсь поддержать тренерский состав. И, наверное, со стороны смотрюсь как сумасшедшая. Да. Ну, видимо, еще волнение добавляет то, что команда новая. Какие ставите перед собой задачи вот в этом сезоне? Во главу угла мы все-таки ставим личный прогресс каждого игрока. Конечно, он является неотъемлемой частью прогресса всей команды. Но я думаю, что мы потихонечку-потихонечку в процессе сезона будем набирать и форму, и прогрессировать. И, естественно, как результат будем показывать уже более красивый, качественный баскетбол. Потому что команда очень молодая, новая. Нужно время, нужно терпение. Ну, все-таки иногда бывает так, что сезон начинается с проигрышей. Каким образом это влияет на моральный дух, на моральное состояние команды в последующих играх? И влияет ли? На самом деле, это очень сложный момент. Конечно, влияет на команду. Влияет практически все абсолютно. Вот там дуновение ветра, да, до турнира на таблице. И вот как раз турнира на таблице в этом году у нас складывается таким образом, то, что первый месяц мы встречаемся с явными лидерами чемпионата России. Это гранды и европейского баскетбола, и российского. Но, тем не менее, это очень хорошее испытание для наших молодых девочек. Мы не боимся поражений. Мы понимаем, что любое поражение должно быть ступенечкой наверх, скажем так. Если мы правильно сделаем рефлексию, правильно сделаем выводы, то у нас все получится. Когда состоится следующая игра? Следующие соперники – это УГМК. Это чемпионы Евролиги, чемпионы России. Это 13 октября. Прошу всех во дворец «Спорта Видное». И 17 октября мы встречаемся с Вологдой Чевакатой. Ну что ж, пожелаем вам удачи и в этой игре, и в последующих. А вчера во дворце «Спорта Видное» работала и наша съемочная группа. За ходом игры следила Татьяна Брылова. Сегодня баскетбольный клуб «Видного» – это порядка 300 спортсменов от самых юных, 2006 год рождения, до именитых. Кой является женская команда «Спарт энд Ка», 4-х кратный чемпион Евролиги, 2-х кратный чемпион России, обладатель Кубка Европы. Церемония открытия стала настоящим праздником, ярким, запоминающимся. Игра началась не в пользу нашей команды. Первые мячи забросили в корзину «Спарты» и довольно долго сохранялось весомое преимущество команды из Оренбурга. Лишь к концу периода «Спартанки» восстановили равновесие. С уральскими баскетболистками «Спарте энд Ка» уже доводилось встречаться на площадке. Правда, тогда в предсезонном Кубке они уступили надежде со счетом 52-57. В этот раз спортсменки решительно собирались взять реванш. Хотя в самом начале игры никто не давал прогнозов. Прогнозы – вещь неблагодарная. Очень часто мы видели, как люди ошибаются в своих прогнозах. Все, что надо, покажет игра, покажет площадка. Но все-таки сказывается недостаток опыта у подмосковной команды. А другой вопрос, что потенциал этой команды очень большой. И временами она показывает очень хороший баскетбол. Хороший баскетбол начался во втором периоде, когда девушки из «Спарты энд Ка» начали наступать на пятки соперницы. Болельщики ликовали, когда один за другим мячи сыпались в корзину надежды. Кстати, среди болельщиков и будущие звезды спорта, и близкие участников соревнований. Очень переживайте за своих. Ну и тогда, когда прям игры сложные, тогда. Кто играет хорошо в баскетбол, и у них есть опыт, они всегда побеждают. Мечтают быть похожими на тех, кто сейчас перед моими глазами. У меня просто жена играет, поэтому я приехал поболеть, посмотреть. Сезон только начался, так что хочу посмотреть и сравнить. Ну, надеетесь? Ну, пока ни на что не надеюсь. Я буду оптимально судить. То есть вы тоже верите в приметы? Нет, в приметы я не верю. Я верю в достойную игру. Баскетболистки не обманули ожиданий зрителей. Игра была достойной. К слову, постоянные болельщики «Спарты» не могли не заметить изменений в составе команды. В таком составе «Спарты НК» существует всего ничего. Неделю. И пока, по словам Анны Архиповой фон Калманои, чувствуется несыгранность девушек. Я знаю, что девочки, несмотря на свою молодость, что они имеют огромный потенциал. Нужно немножко времени для того, чтобы этот потенциал раскрылся. Главное, чтобы они ни в коем случае, несмотря ни на какие поражения, несмотря ни на какие препятствия, продолжают в себя верить. Потому что я верю в каждого из них, что за ними огромное-огромное будущее. В команде два легионера. Защитник Ивана Дойкич из Хорватии и нападающая из США Уитни Найт. Кроме того, ряды «Спарт-НК» пополнили молодые россиянки Мария Маргарита Давыдова, Альбина Ражева и Анна Почурина. Тренируют девушек Александр Васин, Владан Чубрич и Сергей Данилин. Вторая половина игры прошла с явным преимуществом Оренбурженок. Подопечные Роберто Иньегиса сначала вели с преимуществом в плюс 10 очков. И несмотря на старательное сопротивление наших баскетболисток, все же выиграли с большой разницей в счете. Итог 64-84 не в пользу «Спарты».